всем привет подписчики и зрители канала спроси коляна сегодня у меня на обзоре бюджетное игровое кресло которое я заказывал самостоятельно из китая и попользовавшись уже две недели я могу сделать какие-то свои собственные выводы рассказать вам свое впечатление о данном продукте и конечно же давайте разберем в этом видео плюсы и минусы данного игрового кресла ну и досмотрев видео до конца вас ждет очень интересный розыгрыш в этом видео я решил разыграть среди своих подписчиков аж два подарка поэтому смотрите видео до конца а я включаю заставочку и переходим к обзору поехали друзья сейчас вам немножко честную предысторию расскажу я уже давно мечтал об игровом кресле но покупать за свои деньги там за 12 за 15 за 13 там за 50 тысяч рублей мне как бы жалко это ну реально такие деньги которые ну наверное проще действительно сидеть на обычном каком-то стуле там языке и я не видел ни одного игрового кресла у нас в россии ну даже в интернет магазинах меньше чем там двенадцатом там одиннадцать с половиной тысяч рублей но я не видел вот это они так как бы реально так себе будут я начал писать в абсолютно там все компании которые производят такие игровые кресла и мне все писали либо к сожалению по подписчикам не подходите там нужно 50 100 тысяч подписчиков либо там сказали обсудят нужно поговорить с руководством либо спасибо мы рассмотрим ваше предложение и так далее короче никто не согласился прислать игровое кресло но я действительно смотрел игровые каналы там кто снимает допустим обзоры на эти игровые кресла и действительно у них у всех там свыше 100 тысяч подписчиков на ютюбе естественно им конечно прислают производители так видимо производители не сильно зарабатывают с данных игровых кресел вот ну тем не менее как бы мне давно уже хотелось но покупать за свои деньги мне жалко и тут так получилось то что я просто лазил на алиэкспрессе что-то вбил там игровое кресло и смотрю игровое кресло по семь с половиной тысяч вполне неплохо начал дальше углубляться по фильтром по ценам вот это вот все и нашел за 6 500 там 6 600 где так как как то так может варьироваться цена вот за шесть половин тысяч рублей как бы игровое кресло причем там разные есть расцветки можно даже доплатить тысячи рублей вас будет подставка под ноги которые вот так вот снизу выезжает вот но я подумал что она мне не нужна и в целом как бы решил взять за 6 тысяч рублей дешевле я вообще просто реально не видел теперь давайте немножко пробежимся по самому креслу что как она устроена и расскажу детально уже о плюсах минусах значит так друзья сейчас вы видите уже его полностью собранном состоянии я когда заказывал данное кресло мне отправили его кстати на 2 или на 3 по моему день то есть нет так в принципе долго ждал отправили из уссурийска все что здесь сейчас есть как вы видите все собирал абсолютно сам сборка кстати составила всего лишь 10 минут и да еще кстати по поводу доставки отправляли получается заказ dpd шло где-то две недели вот то есть где-то на 15 день я уже получил данную посылку получал в пункте самовывоза пришлось тащить через дорогу до машины засовывать в багажник и увозить потому что пешком вы точно не унесете 19 килограмм весит посылка вот собрал как я уже сказал за 10 минут реально очень легко собирается все в принципе так скажем уже готово то есть вам остается только прикрутить нужные болты вставить вот ножки вот эти вот колесики и так далее все по поводу плюсов давайте сначала наверно с плюсов начнем самый главный плюс это конечно же стоимость данного игрового кресла потому что она в принципе красиво выглядит достаточно такое стильное вот что еще нужно самое главное чтобы в кадре картинка красивая была также из плюсов это сразу же идет вот такая вот подушечка но я бы конечно бы сделал ее не на такой обычной резинки а сейчас чуть дальше вам расскажу как то есть я хочу в принципе переделать вот идет подушка под поясницу если вот здесь вам видно вот такая подушка под поясницу она тоже получается крепится вот за счет таких вот застежек и вот смотрите как раз что я вам хотел рассказать я хочу где-нибудь купить вот такие вот застежки эту часть отрезать и переделать уже на застежки чтобы она крепилась не вот сюда а вот сюда то есть в этой части как раз находится шея и мне кажется будет более комфортно сидеть дальше у нас из плюсов что имеется это сейчас открою тут замочек есть и смотрите здесь спрятан usb провод я сначала подумал чего зачем может быть это нагревающий элемент какой-то стоит чтобы там пояснице было зимой тепло может быть какой-то это вибромассажер вот но в общем когда поставил в компьютер подключил да действительно оказалось то что здесь установлены короче система типа вибромассаж то есть это именно не такой массаж шариками да именно как вибрации в принципе штука может быть и бесполезно но кому-то наверно зайдет подключили в системник и сидите у нас есть две педали ки одна регулирует высоту другая регулирует наклон задней спинки вот и сейчас давайте перейдем наверно плавно к минусам данного кресла потому что без них конечно же никак из минусов это то что высота регулируемого сидения недостаточно высока то есть я бы хотел чтобы у меня подлокотники сравнялись именно с столом то есть чтобы я мог держать мышку другую руку на клавиатуре и при этом на локти держались именно на подлокотниках на игровом кресле вот но здесь к сожалению такого не происходит то есть у вас локоть будет немножко свисать высота самая низкая в принципе нормально вот вот высокой конечно не хватает по поводу уровня наклона спинки с ним в принципе проблем нету если вы хотели к примеру лежать прям горизонтально на этом кресле то здесь конечно не получится максимальный угол наклона он тоже здесь имеется то есть он не превышает так скажем наверно уровень 45 градусов где-то так примерно вот на 180 не получится разложиться но и соответственно это вот такие по поводу регулировки минусы еще один из так скажем небольших минусов это почему-то мне левый подлокотник иногда скрипит вроде бы правый он прям хорошо сидит а левый вот вот если вам сейчас было слышно то он как-то иногда поскрипивает ну то есть не видимо где-то что-то неровно сидит вот по поводу еще опять же каких-то неровностей вот это вот само кресло но если вот так вот посмотреть она будет немножко шататься если вы на нем сидите нет это незаметно и не чувствуется никак но если это просто кресло стоит и вы его как-то пошевелить и действительно получится что она немножко неустойчиво хотя когда вы сидите этой части не видно в общем что я друзья хочу сказать в любом игровом кресле есть свои плюсы свои минусы даже покупая за 50000 рублей какое оно бы не было качественное кресло из натуральных материалов и так далее в любом случае там скорее всего будут также какие-то нюансы ну и самый главный нюанс это конечно же их стоимость если кресло за 50000 рублей которые мне действительно нравятся да они там фирменные стоили бы в районе 15 скорее всего действительно я бы их рассмотрел а то что продают действительно за 15000 рублей это альтернатива вот этому креслу поэтому попользовавшись вот эти две недели данным игровым креслом я вполне могу его рекомендовать потому что она оправдывает себя на все сто процентов за 6 тысяч рублей вы получаете хорошее стильное неплохое кресло с двумя подушками в одной из подушек для поясницы есть вибромассажер в принципе что еще нужно выглядит в картинке я думаю что стильно причем там есть большой выбор других расцветок вот как то так друзья ну что друзья по поводу игрового кресла все что можно было рассказать я вам рассказал сейчас давайте поговорим о розыгрыше когда итоги что я разыгрываю и что нужно сделать значит так итоги у нас будут 15 мая разыгрывают только среди жителей россии потому что к сожалению отправлять другие страны пока что выходит накладным очень дорого то есть стоимость доставки может превышать стоимость собственно выигрыша и это как-то не рациональное использование будет средств разыгрываю один из товаров это игровой геймпад вот такой вот джойстик который может работать и с андроидом и с айфоном и с виндосом если вас там есть bluetooth я проверял даже на маке работает фирма макет вот такая вот здесь есть специальный держатель для смартфона ну и собственно можно его так вот сложить чтобы он не мешался и играть там на своем пока допустим либо на ipad на планшете на комнате на андроиде то есть подойдет в принципе как бы ко всему он универсальный вот такой вот прикольный второе что я решил разыграть это игровая гарнитура и те кто были на стриме прошлый раз когда я разыгрывал эту игровую гарнитуру да я ее повторно разыгрываю фирма red square модель эхо в общем так получилось то что победитель все что нужно было правильно сделать он сделал но единственное что как бы этот человек не активен то есть он сделал репост facebook и не заходит то есть у меня такое складывается ощущение что данный человек заходит туда раз наверно в полгода судя по предыдущим репостом которым делал и я решил что надо как-то переиграть этот подарок я ему написал что к сожалению твоя страница не активно там у тебя даже друзей нету и фотографий нету то есть это просто левая страница вот у меня складывается такое впечатление думаю что подписчики и ну и зрители которые смотрели будут рады если я еще повторно раз разыграю что нужно сделать но тут собственно как всегда если что-то вдруг упустили какой-то момент то смотрите в описании там будут продублированы условия самое главное это подписка на канал поставить лайк данному видео сделать репост в любую социальную сеть в которой вы сидите самое главное чтобы она вас была действительно активна ну и соответственно написать абсолютно любой комментарий и рядом указать ссылочку на свой репост на сегодня это все друзья желаю всем удачи всем пока пока